На околоствольном дворе Рудника Мира очередная смена. Группа спасателей выходит на поверхность, другая спускается вниз. Под землей работают по 6 часов, пока хватает сил. Обстановка внизу ухудшается, вода заполняет выработки. Ситуация сложная, множественные завалы, большие пробки из глины. Большинство восстающих выработок полностью затоплены. Работаем по спасению людей. Продолжаем. Чтобы вода не мешала работать спасателям, горники Мира постоянно ее откачивают. Параллельно монтируют и новые насосы весом в 5 тонн каждый. Работают, не смыкая глаз. Дорога каждая минута. За рекордные 72 часа в несколько смен со всех наших подразделений смонтировали насосное оборудование, подготовили его к работе. И обычно эти работы занимают около месяца. Я искренне благодарен нашим всем коллегам, которые в такой сжатый срок смогли обеспечить запуск этого оборудования. В шахте рабочие Мира трудятся вместе со спасателями. На них поддержание систем жизнеобеспечения, доставка и монтаж оборудования и многое другое. Без них выполнение работ было бы невозможно. Одни спасатели справятся с той бедой, которая пришла на якутскую землю. В этот трудник не в состоянии. Сегодня задействовано около 160 человек непосредственно АКАЛ РОСА в спасательных работах. Это специалисты с наших разных структурных подразделений. И всего сегодня в спасательной операции задействовано 330 человек. Это вместе с спасателями МЧС, вместе с другими службами. Поэтому здесь группировка соответствует максимально тем задачам, которые нам нужно реализовать в ближайшие дни. В оперативном штабе постоянно разрабатываются и другие варианты ведения операции. К работам привлекли инженеров и ученых, хорошо знакомых с рудником. На шахте принимаются исключительные меры предосторожности. Каждый шаг спасатели тщательно взвешивают, чтобы не рисковать жизнями и тех, кто все еще в каменном плену, и тех, кто отправляется за ними. Александр Ширжуков, Роман Муконин, Тимур Ширыжик, телеканал «Алмазный край».